Естественно, если Геннадий Адуфьевич будет сюда ехать, будет сюда объявление, будет в колледжении. Пресс-служба горосполкома сообщает о встречах. Вот вы ходите с Бейджиком, вы представитель прессы? Да. Что вас привело? А? Что вас привело? Я узнал, что здесь планируется собрание. Вот. Узнал причину, я оценил, что это провокация, здесь готовятся. Вот благодаря Алексею Корневу и моему прибытию, эта провокация была сорвана с дезинформацией населения. Объясняю просто. То есть людям сказали, что здесь будет проводиться встреча с мэром города. Я вам это говорю. А вам кто это сказал? Я не знала, как. Ну да. Я подъехала сюда, встретила по-русски. Скажите, как вам площадка? Как вам вот одна, вторая площадка? Нас сейчас нам не на площадке, сейчас нам дышать легче. А вот видите, а дети, смотрите, до площадки. Правильно, а дети. Дети еще не соображают, что из них будет через пять лет. При такой экологии. Я же, ну, они правы. Вот я бы ехала, у меня металлический клепку сверху. Ну, на сегодняшний день это должно стоять специально. Нет, пошли, это правда. У меня ворота целеса. Хорошо. У меня сюда, да. В детеки, площадки. Вы готовы имициировать работу специально? Ну, если мы сегодняшний день, это у нас договоренность сейчас. Я говорю еще раз. У нас на сегодняшний день есть договоренность с санстанцией, что люди нам, двумя, это говорят, что вот, например, приехать нужно замер сделать в среду или в четверг ночью. Мы ночью готовы выехать, когда скажут люди, мы будем эти замеры делать. И санстанция готова выехать. Но санстанция не может каждый день сидеть и ждать каждую ночь, что вы ее выйдете. А вот именно будем... Санэпидемстанция готова выехать в оберненное время. И они... Вы не занимались этой проблемой. Мы сегодня еще фильмов, у них день. Идут за мера, за мера идут каждый месяц. Это пограли. Есть график санстанцией. Воздух забирается. Мы с вами взрослые люди, да? Да, взрослые. Поэтому вот заранее, да? Не заранее. Условно, я хочу наставить мужа рога, говорю муж. Нет. Я могу твердо рассчитывать, что у тебя не будет там с 7 на 15. Нет, на сегодняшний день. Я говорю еще раз, мы идем на встречу, будем говорить. Скажите, когда? Вот скажите, в среду, в среду, в четверг, в четверг. В час, в час, в 12 ночи, в 12 мы приедем, это мера. Хорошо, посмотрите. На эту тему есть замечательная... Это же бред санкабы. Мы же МЧС вызываем, МЧС же не приходит, и ничего не скажет. Муж говорит, что, дорогая, я не буду сегодня... Каждый день вызываем. Она у него, ему в ответ. Дорогой, я могу твердо на это рассчитывать. Так точно так же. Вы скажите, что вы обвиняете к нему? Просто от нового. Приводьте примеры. Я взываю к вашей логике. Моей логике, чтобы люди увидели, правда это или не правда. Вот моя логика такая. Но вот люди здесь живут, вот и раздаются... А я говорю еще раз, покуда я, как чиновник, буду иметь на руках анализы служб, которые за это отвечают, я скажу, дорогие мои, действительно... А как чиновник, а как человек, я тоже скажу, я еще, будем говорить, ну логически нормально думаю, думаю. И поэтому я говорю еще, покуда не будет заключения специалиста по этому поводу, я не имею права, ни теории, не так, как говорит, мы будем нас еще сегодня решить. Я слышу голос не мальчика, но чиновника. Я говорю еще раз, на сегодняшний день обвинить меня в том, что я попорезу 300 деревьев, это логично. Ну, в деревне еще нет. Так уже в интернет выставлено, что выбрасывается и какого качества. Неужели вы на это не обращаете внимания? Он в интернет не закрепил. Я имею отношение, когда будем... Да вот распечатка, инспекция дала... Вот распечатку уже мы вам предоставили вчера. Если она будет аварийной и мне специалисты сказали, что относительно дала экологическая инспекция заключение. У вас распечатка есть о том, что выбрасывается и в каких количествах? Что вам еще нужно? Я говорю еще раз, есть распечатки, есть все документы, есть заключения Министерства экологии, есть заключения, все-все есть заключения, в котором нигде не сказано закрыть коксахим, перекрыть ему. Да фильтры поставьте, да и все. Там же есть 40 печей, но только на 7 фильтры стоят. Да, они на эти 7 там не пользуются тоже этими фильтрами. Они напрямую все опускают, они экономят даже на электроэнергию. Конечно, так что поставят, так все равно вот такая вот. Фильтры наверх, фильтры на сливную трубу поставьте, и нет проблем. Я думаю, что сейчас специалисты выщут экспрессию, и поэтому дадут вот это все. Наверное, Ахмедов не бедный вас, чтобы поставить фильтры. Это написано в документах, есть объективная реальность, да, сданная на обещание. Говорю еще раз. Вот это не совпадает. Вот эти простые вещи, одни не совпадают. Вы скажите, на сегодняшний день, если без подтверждения сказать, вот на него, на меня, он вор, без прокуратуры, без ничего, это нормально? Нормально. Сейчас каждый второй вор, каждый второй. Подождите. Это нормально. Нет, подождите. Но мы-то все...